доброго времени суток вы снова на канале фанима шум скул с вами макс селлер и блогер муха вот она вам говорит привет такой вот лайфхак небольшой как-то получилось так с одним человеком разговорились узнал что он работает на забивке блоков работает на подсолнечной лузге обработаны после какой-то паровой обработки не знаю технологии что-то такое применяется получается она кроме всего прочего уже проходила паровую обработку то есть довольно таки чистый материал но он работает с этим материалом обыкновенной гидротермии по кипячению кипячению значит в обыкновенной кубовой емкости то я ему предложил параллельно со своим способом применить вот такой способ ну вот что здесь примечательного как видите обыкновенные бочки их можно цена разная в интернете там 250 гривен ну и плюс-минус или можно где-то на заправке на заменах масла на сто это взять ее там за бесценок почти снабдить ее вот таким некитрым приспособлением он обыкновенно для спуска воды вот я даже здесь вот у меня это работает таким вот образом девается шланг и вода уходит в канализацию для того чтобы ее спускать отсюда здесь вот такое нехитрое приспособление эти фланцы вот эти штуки они продаются просто в готовом виде как конструктор относительно кстати дырки я подумал как это сделать взял в общем дырку саму значит прожег просто обыкновенной сваркой приблизительного приблизительно по диаметру а остальное аккуратненько обработал хорошим напильником вот и все и получилась аккуратненькая дырка куда внедрилась вот этот сток почему он выглядит вот таким хитро мудрым у меня какая-то такая идея была то есть в бочке если засыпана та же шелуха мы можем ну или рукой проверять количество воды или например контролировать сколько сток в этой бочке то здесь есть вот такой дополнительный куда можно одеть прозрачный шланг и если его сделать параллельно бочке прикрепить то кран открывается и можно видеть уровень воды в самой емкости значит бочек можно взять столько по количеству сколько вам будет необходимо для вашей замачивание ну этой лузги значит применяется для этого фунгициды разного и сейчас достаточное количество есть есть топсин м есть фундазол если может быть вы не слышали или вас что-то удивляет этот способ обработки по холодной существует он давным-давно просто предыдущие способы замачивания в хлорке в разных там химических реагентах не совсем полезных заканчивались разными уровнями ну разным значит результатами то есть плюс на плюс плюс на минус 50 на 50 иногда получалось иногда вообще не получалось блогер а ну тихо не перебивать когда я разговариваю марш марш туда и так вот результаты были разные но и в основном ошибка была в том что этот способ замачивания по работе по холодной субстратом вообще не работает именно на соломе солома солома это тот материал который ну никак у вас не получится никак он не подходит для того чтобы чтобы работать по холодной потому что ввиду специфики самого материала обработать его невозможно да еще он имеет дополнительно такую структуру которая просто обыкновенного замачивания она будет очень жесткая и для набивки она не подходит и также не будет устраняться восковой налет хотя восковой налет он у семечки тоже есть на поверхности но семечка это немножко другое лузга она перебитая с лузгой вообще хорошо работать и не надо измельчать нет проблем с соломорезками довольно таки хороший материал и если в хорошем месте то ее могут просто за спасибо еще и вам спасибо скажут если вы ее забираете замачивают значит в топсин м фундазол концентрации что я вам скажу вот в грибоводстве каких-то универсальных формулы вывести трудно потому что разные качества сырья разные способы хранения если это где-то хранилась вот эта семочка например на улице да еще под макала под дождем то есть она будет заражена однозначно всякими и гриба грибами и возможно она вообще не подойдет для работы по холодной только получится кипячение если же она хранилась в помещении под навесом тем более после паровой обработки уже стерилизовалась то она может быть настолько чистая что небольшие даже концентрации вот этого фундазола или топсина м будут достаточны относительно каких концентраций и в каком разведении она применяется пожалуйста про пролистайте под этим видео комментарии я думаю те кто работают на этих концентрациях они дадут какие-то свои свои констрации чем они как они работают и свои отзывы как как работать вообще по таких вот технологий по холодной что еще добавить к этому изложению к этому изложению еще хотелось бы вот сказать бочки вот вообще отличная такая такой емкости они во первых кратности их по 250 литров очень хорошо замеряются вы однозначно можете взять две три или там например их будет там 20 или 200 ну вот и последовательно как-то все замачивать обрабатывать это с уже совсем другой вопрос и теперь относительно замачивания естественно применяется какая-то способ экспозиции не особо на не особенно я остановлюсь экспозиции имеется ввиду насколько времени замачивать то есть на 20 минут или на 20 часов это же тоже вопрос в этом фундазоле вот кому будет не жалко тот пусть поделится я не буду давать информации той которой я не знаю и не проверял потому что я у нас семочки нету и на семочке я не работаю мы работаем на соломе слома мы варим внизу в комментариях где-то найдите или я полистаю информацию поспрашиваю убывалых пусть они поделятся как они работают именно по этой технологии и вот эта экспозиция то есть выдержка в этом растворе она естественно будет зависеть от температуры внешней среды как это работает сам фундазол как вещество как гербицид он будет разлагаться в значит при высоких температурах он разлагается то есть само вещество не стойкое поэтому кипячение здесь или горячая вода не применяется применяется вода теплая но опять же таки мы понимаем что реакция при температуре плюс 2 и реакция при температуре плюс 26 или 28 будет проходить абсолютно по-разному поэтому как обычно применяется там в местах где делаются сами блоки это не обязательно там какие-то супер-пупер стерильные там хирургические условия это обыкновенные сараи помещения кто что приспособил коровники и так дальше в них может быть даже нету обогрева поэтому на качество выходного сырья будет влиять температура внешней среды поэтому здесь можно применить еще какие-то другие способы я вот например даже были у меня такие размышления такие идеи если вот эту емкость можно сейчас много материалов есть вообще хороших полезных вот например термокабель который применяется для утепления полов если эту бочку взять за изолировать обмотать поставить это все дело на хорошие легкие современные материалы то есть там пенку дать внешнюю оболочку ну примерно сделать из этой бочки допустим что-то вроде бойлера вот такую внешнюю рубашку из утеплителя и термоизолятора то получится такая штука что в ней еще можно там вообще по датчику регулировать температуру или фиксированно вообще выставлять например 24 и вот при этой температуре мы однозначно будем получать ровную всегда одинаково выдержанный качественный материал то есть вот такая была идея ну с другой стороны скажем если с другой стороны этот термостат немножко будет усложнять тот момент что уже неудобно будет перемещать такую емкость возможно есть необходимость даже где-то погрузчиками брать вот на поддоны эти бочки куда-то перемещать ну вот такое здесь она видите в такой вот формате стоит и хотел поделиться вот той информацией потому что когда я человеку сказал относительно вот замачивания фундазоли оказалось он как-то и не слышал раньше он работал по каким-то своим технологиям но технологии они стоят на месте и сейчас уже широко применяется вот эти способы замачивания в гербицидах теперь относительно еще одного открытого вопроса насколько это полезно и насколько это безопасно по информации которую я нашел в интернете сами вот эти гербициды они широко широчайшим образом применяются в сельском хозяйстве и если вы думаете что вы до сих пор не употребляли продукты после обработки фундазолом и думаете что вот сейчас тут оказалось вы ели грибы они были какие-то мице то есть какие-то материалы там субстрат был замочен фундазоле то вы глубоко ошибаетесь в том плане что ошибаетесь в том плане что фундазол широко используется для хранения овощепродукции фруктовой продукции то есть те продукты которые собираются хранить длительное время которые идут на рынок их разными способами обрабатывают просто в растворах фундазола для того чтобы на них не сверху не образовывалась гниль гниль и чтобы предотвратить гниение и образование разных грибковых заболеваний на продуктах которые хранятся поэтому этот препарат давным-давно используется в хранении продуктов и все мы давным-давно употребляем его в пищу здесь он прошел такое вот место пересечения его с грибоводством о чем я рассказываю получилось такое длинная содержательная лекция на фоне двух бочек но штатива у меня сейчас не оказалось под рукой и ну и я не знаю насколько было интересно слушать ну вот такие бочки относительно фундазола то есть он широко и так применяется с разным там количеством совести как это уже кто-то применяет концентрации вообще для замачивания идут небольшие поэтому довольно таки применимо и еще раз повторюсь вообще через две недели он полностью в этом продукте разлагается до каких-то неактивных веществ он полностью на сто процентов разлагается и сам продукт по своей ну скажем так продукт не относится к особо там ядовитым каким-то веществам ясно что пить и употреблять пищу его не стоит но для такой промежуточной технической обработки он вполне применим и и относительно ну и вот такой еще полезная штука для того чтобы вот эту всю штуку подгружать и выбрасывать вот как видите вот такой совок такой еще лайфхак обыкновенная согнутая пластина кусок деревяшки и ручка тоже опять же такие где после того что когда вы допустим замачивание вода сливается и когда полностью вот вода вытекла то таким вот цепком легко извлекать вот эту субстрат семочки для формирования вашей блока вот и на этом все вы были на канале фанимашом скул с вами был макс селлер подписывайтесь на канал и следите за дальнейшими публикациями а также по всем деловым вопросам деловых предложений каких-то других вопросов приобретения мицелия вся информация контактная есть под этим видео в описании так что до следующей встречи на моем канале